Приветствую всех на канале. Я уже делал несколько видео по поломкам старых тесловских моторах, которые устанавливались на Mercedes-Benz B-Class Electric Drive, Toyota RAV4 Electric и, собственно говоря, на саму Tesla Model S и Model X. Так вот, сегодня немного расскажу о послеремонтных поломках, с которыми мы сталкивались в нашей работе. А вот к нам попал мотор тесловский, который установлен на Toyota RAV4. Автомобиль к нам приехал с сильным шумом с мотора, и ошибки пока что по сопротивлению изоляции не было. Начали снимать мотор для того, чтобы ремонтировать, и здесь вот видно, что запотевание, и с редуктора у нас стекло грамм 150 масла. И при дальнейшем отсоединении мы обнаружили, что масло находится в инверторе. Вот масло течет с инвертора. И видно, что этот мотор уже разбирался, вскрывался. Нету здесь вот этой планки, которая с пломбой, которая на гарантийное обязательство, которая с предупреждением, что нельзя откручивать. И это герметик не заводской. То есть мотор уже разбирался, мотор делали. Дренажа здесь не видно. И очень частая проблема с тем, что если неправильно собрать редуктор, то подтекает сальник первичного вала, и все это масло попадает в статор и со статора в инвертор. Так вот, не антифризом мотор убивают, так маслом. И вот уровень масла здесь вот по эти шины. То есть оно примерно вот так вот. То есть все масло у нас перетекло с редуктора в мотор. Вот теперь будем снимать его и отмывать, сушить. У нас что антифриз отмываем, сушим, что масло отмываем, сушим. И хорошо, что пока что еще не было пробоя изоляции, а в масле тоже могут быть продукты износа. И оно может тоже быть недиэлектрическим. Поэтому снимем сейчас и посмотрим, что у нас там будет. Так, демонтировали ротор. Вот здесь вот такой ротор крашеный. И здесь тоже все залито трансмиссионным маслом. Смешанным с антифризом. Потому что сальник тоже подтекал. Ого, выработка. И огромная выработка на роторе. Хотя почистим, может быть, да, есть выработка. Достаточно большая. Придется здесь тоже все это восстанавливать. И вот как раз тот случай, когда потекло масло. А масло течет, если неправильно поставили вот тот внутренний сальник. И тогда маслица начинает течь. Подворачивает сальник. И масло начинает течь с редуктора в обмотку статора. Это бывает редко. Но уже с таким дефектом сталкивались. В общем, теперь придется это тоже отмывать. И тоже сушить. И перебирать все. И вот так вот все масло с редуктора вытекло в полость статора. И теперь это масло еще и в этой части. Сейчас тоже снимем купол. Вон видно все шины в масле. Тоже снимем купол этот и посмотрим, что здесь. Сколько здесь масла. А вот откуда у нас потекло масло. К сожалению, не успели подложить корыто. И у нас потекло масло на пол. Так, ну что. Снимаем крышку. Посмотрим, сколько здесь масла потечет. Ну, уже, уже немного. Уже все масло было вытекшее. Такое, как этот. Это вот этот вымывает. Пораскисал гель этот. И начал вытекать. Да, он может. Короче, в любом случае, тоже нужно будет все снимать, вымывать. Здесь был и антифриз, и масло. Но это не естественный износ или старение, или дефект. А это уже из-за того, что неправильно был установлен сальник. В общем, вот так вот. Такая ситуация и произошла. А вот что с гелем случилось. Гель порастворяло. Он повздувался. И начал подниматься. При том, что с другой стороны, где не было масла, все чисто и красиво. Ну, зато ничего не закоротило. Это уже хорошо. Отмоем это все. И будет жить. А вот и причина попадания масла нам в мотор. Нету, просто нету куска сальника. А все из-за того, что при установке неправильно его поставили, подрезали сальник. И, как следствие, масло вытекло в мотор. И, кстати говоря, вот здесь тоже сальник был запотевший, потому что здесь сальник тоже подвернутый. Подвернуло сальник. Резинка слезла. И поэтому масло отсюда текло. В общем, из-за этого в редукторе осталось сейчас 150 грамм. Когда мы снимали, грамм 150 осталось. Но благодаря тому, что здесь стоит маслонасос, то масло раскидывалось, и шестерни не погорели. Но вот это, конечно, очень-очень эпично. Вот так шума практически нету. А вот так шумит. То есть здесь стандартная ситуация, это подшипники. И он, кстати, и люфтит. И здесь подшипник стоит не керамический. Обычный стальной подшипник стоит. Видимо, все-таки менялись и подшипники, и поставили стальные. И они, видимо, недолго проходили. Но и хорошо, с другой стороны, что они начали шуметь. Иначе бы сгорел бы редуктор, потому что все масло было бы в моторе. И, соответственно, пораскисали бы и на других платах. И, возможно, в силовую часть попало бы масло со стружкой. И замкнуло, что-нибудь сгорело. В общем, ниоткуда без добра. Но здесь уже не причина выхода из строя мотора не качество сборки Тесла, а качество ремонта. В общем, будем здесь сверлить дренаж. И все по классике. Подшипники, дренаж, сальники. И, естественно, омойка, сушка, статора и инвертора. Когда думал, что видел уже все. Очередной Тойот РАВ-4 к нам приехал. С абсолютно пустым бачком. В абсолютно пустым расширительном бачком. И тоже думали, что потек сальник, как обычно. Но здесь уже все было сделано. Во-первых, заглушено отверстие. Просверлил дренаж, его там видно. Датчик сухой. Но, тем не менее, антифриза в бачке не было вообще. Абсолютно пустой бачок. Этот бачок отвечает как раз за антифриз в моторе. На капоте есть схема. Вот этот бачок отвечает за мотор. Вот этот первый за батарею. И второй с розовым антифризом за отопление салона. Защита была абсолютно сухая. Она и сейчас сухая. И решили проверить. Открутили вот эту заглушку. Здесь тоже абсолютно сухо. То есть антифриз не попал в мотор. Но начали откручивать сливную пробку редуктора. И увидели, что антифриз у нас здесь. Вместе с эмульсией. Вот такая вот ситуация. Можно сказать, что это очередная фобия владельца Tesla, Mercedes и Toyota RAV4. В общем, любого автомобиля с мотором Tesla Base. Вроде все сделано, но что-то не так. Сейчас будем сливать масло, снимать мотор. Смотреть, что там внутри. Почему эта ситуация произошла. И посмотрим, что с подшипниками. Как владелец сказал, что здесь подшипники были заменены. Но если они поработали в водичке, то я думаю, что их стоит заменить. В любом случае будем снимать и смотреть. Сняли мотор. И вот можно увидеть всю глубину неприятного момента. Что даже через сапун выгоняло эту эмульсию. То есть она там взбивалась в такие сливки. В общем, сейчас будем скрывать. И смотреть, что же это было за такое неприятное дело. Вот такая у нас каша. Сливки. Что здесь произошло? Поскольку с маслом смешно? А теперь три сплава. Это смузи. Это классно классно. Или присадка хана. Берите ложки. Так, и сейчас нужно будет теперь смотреть, как она сюда попала. Как сюда антиприз попал с маслом смешался. Прямо как двигатель внутреннего сгорания, когда прокладка пробивает. Разобрались в ситуации, что здесь произошло. Вот здесь вот, на первичном валу, одета какая-то втулка. Видимо, для того, чтобы восстановить шлицевую часть, сделали внутри новую шлицевую. И на шпоночном, с помощью шпонки и шпоночного паза соединили их, чтобы он не провернулся. Но, видимо, не рассчитали чуть в высоту. Или же эта втулка уже со временем вылезла. И она начала протирать вот эту вот стенку, которая стоит под этим сальником. Она должна быть прямая. И вот здесь как раз все вымыто. Эмульсии нет. Если дунуть воздухом в рубашку охлаждения, вон можно увидеть, что там есть пузыри. Потому что... Вон идут. Оттуда выходят пузыри, потому что протертое тело. Вот и как раз из-за этого все и случилось. То есть, в принципе, мотор был сделан нормально, качественно. Но что-то пошло не так. И еще что... Вот как раз здесь видно, что восстановлено через шестигранник. И, кроме того, еще большая выработка на валу ротора. То есть, его тоже придется восстанавливать. Это у нас Citroёn 2000 года. С силовой установкой саджем. И вот даже есть надпись, что это... Электрик. Вот щеточный узел стоит. И почему я вообще хотел снять это видео? Для тех, которые говорят, что дренаж на Мерседесе, на Тесле, на РАВчике, это плохо. К чему вообще здесь дренаж? Вот сейчас хочу показать. Здесь стоит такая крышка. В этой крышке вот такое вот отверстие. Которое просто закрыто каким-то крючком. Никаких клапанов здесь нет. То есть, это вот так вот стоит. Это самая нижняя часть этого мотора. Здесь подходит питание. Это мотор постоянного тока. Здесь идет плюс-минус. И электрика. Разъемы силовые находятся внизу. Вон обмотка. И здесь больше ничего не закрыто. Здесь по периметру стоит прокладка. Она, правда, уже раздавлена. Но суть это не меняет. Так вот. Это самая нижняя часть мотора. Вернее, автомобиля. И в случае наезда в лужу. Либо колесом какие-то брызги. Они будут попадать сюда. Так вот. Влага, которая сюда попала. На автомобиле с 2001 по 2005 год. Уже в любом случае прошло около 15 лет. Ничего не произошло за это время. Да, здесь было масло. Я сейчас очистил карбюратор. Это все промыл. Но смыл только масло. Ни влаги. Ни коррозии. И ровным счетом ничего здесь нет. А те, которые пишут, что дренаж это зло на Мерседесе. Просто не понимают, какое зло попадание антифриза в полость статора и ротора. Поэтому вот вам яркий наглядный пример. Того, что дренаж помогает, спасает. И ни к чему плохому не приводит. Поэтому специально снял такое короткое видео, для того, чтобы показать, что дренаж это неплохо, а наоборот хорошо. В общем, проверили, сняли разъем. Проверили. Действительно хитрый. Вот сняли крышку. И вот видно, что здесь что-то взорвалось. Вот вздулось. И очень сильно воняет здесь. В общем, в принципе, как и ожидалось, что проблема хитрая. И если подытожить, я уже много делал видео по этим Мерседесам. Если подытожить, то у них основные проблемы. Это протечка сальника, попадание дальше антифриза в статор, намокание статора. И если игнорировать оранжевое предупреждение, то потом это перерастает в более глубокую, в красный цвет. И этот антифриз проходит дальше в плату инвертора. Вернее, в полость инвертора гниет плата, которая выходит из строя. И дальше все неприятные последствия. Вторая проблема – это хитр батарейный, который нагревает батарею. И с уменьшением температуры окружающей среды он включается для нагрева батареи. И как раз в эти периоды года начинают выходить из строя. И третья наиболее частая проблема, которой тоже сталкиваемся на Мерседесах – это отпадание. Проводов с полигонов батареи балансиров, тоже делал это видео. И тогда пропадает контроль за модулем. Естественно, батарея тоже в аварии, и автомобиль больше никуда не едет. Вот эти в основном три основные проблемы. Ну, если не считать те, которые могли появиться при ремонте автомобиля после ДТП с Америки. Это три основные проблемы, которые наиболее часто встречаются с этими автомобилями. Были пару раз проблемы с компрессорами кондиционеров, но это на общем фоне было их небольшое количество. Поэтому в целом Мерседес – машина классная, но вот эти проблемы, которые нужно знать и помнить. Кстати говоря, еще недавно мы… То же самое приехал Мерседес, на котором мы тоже ремонтировали, меняли сальник и делали дренаж. Автомобиль приехал с тем, что не едет, но там не было ошибки по сопротивлению изоляции. Но была проблема с тем, что… Я уже не помню, как она звучала. И проблема была в инверторе. Накрылась одна из фазных плат инвертора, заменили и автомобиль поехал. При том, что первоначально, когда владелец приехал к нам, антифриза еще не было так много и статор был сухой. И в полость инвертора антифриз не попал. Что произошло, неизвестно. Но вроде как сказал владелец, автомобиль заглушили. Потом, когда сел в машину, запустил автомобиль, уже никуда не поехал. В общем, думаю, что на этом видео по Мерседесам вопрос закрыт. И если будет что-то очень интересное, то, возможно, что-то сниму. Но на данный момент считаю уже, что максимально все, что по ним было, все показал. Но если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Думаю, еще будет много чего интересного. Продолжение следует...